Добрый вечер, дорогие друзья. Кто-то из людей, очень любящих музыку Баха, сказал однажды, если вы хотите услышать Бога, послушайте музыку Иоганна Себастьяна Баха. На самом деле, в этой музыке можно услышать нечто подобное силе, мудрости, справедливости божественной, бесконечной вселенской божественной любви. Но ведь можно продолжить это высказывание. Если вы хотите узнать о нашей жизни, жизни земной, слушайте музыку Иоганна Себастьяна Баха, потому что она может рассказать о силе и слабости человеческого духа, о скорби, о сострадании, о надежде. Конечно, эту музыку мы слушаем иначе, чем то, что постоянно звучит, появляется сегодня вокруг нас. Ей музыке Бах уже 300 лет. Она принадлежит другой эпохе, тогда был другой музыкальный язык, эпоха Барабка, чуть совершенно другая манера высказывания музыкального. Но сделаешь небольшое усилие, и открывается Бах грандиозный. В его местах, в его страстях, в этих музыкальных рассказах по Евангелию можно услышать и совершенно иного Баха узнать, струящегося прозрачного, например, в его прелюдии для колесина до мажор. Мы можем узнать Баха, сочинявшего музыку духовную для церкви, и Баха, создававшего музыку светскую для концертного исполнения. Вот о свете музыки. В 18-м столетии историк искусств, исследователь искусств, фамилия его Вингельман, сказал следующее. Грация – это разумно приятная, речь идет о грации, причем здесь казалось-то Бах. Но ведь Бах при всей его строгости не был чушь вовсе этому телевизу. И в этом убедиться можно в той музыке, которую он написал для оркестра. В его оркестровых сюитах, в которых есть и грация разумно приятная, есть и изящная тонкость письма. Сюита для оркестра номер два. Считают, что ее написал Бах или в 1738, или в 1739 году, хотя есть мнение, что какой-то музыкальный материал он создал до такой, еще когда он жил в Кетене и находился на светской службе у кетенского графа, Мармар-Графа. Но, тем не менее, вот эти даты – это то время, когда Бах жил в Рейске. Кантыр святого фолы с многочисленными обязанностями. Ведь он должен был заниматься с музыкантами, он должен был обучать мальчиков, певцов в хоре, он должен был сочинять музыку, он должен был сопровождать игрой на органе богослужения. Кроме этого, он отвечал за музыку четырех главных городских циклей, и еще он отвечал и за основные городские, общегородские музыкальные мероприятия. Но, помимо этого всего, Бах взял на себя еще и руководство так называемой коллегиум музыку. Это было общество любителей музыки, общество, которое каждую неделю выступало с концертов. Скорее всего, вот в одном из таких концертов впервые и прозвучала вторая оркестровая «Суита». «Суита», которая начинается торжественной кувертюрой, вполне в духе многих композиторов немецких того времени, первой половины XVIII столетия. Хотя пришла эта овертюра из французского оперного театра, а следом идут разнохарактерные пьесы – танцевальные и известнейшая шутка, исполняемая «Флейтой». И здесь исполнительский состав этой «Суиты» – струнные и «Флейта». «Флейта», которая в каких-то частях сливается с оркестровой партии, а в каких-то уже непосредственно выходит на первый класс, солирует. А шутка написана вообще как концертная пьеса для «Мейты» в сопровождении оркестра. Пожалуй, у каждого музыканта есть вот какая-то особенная своя область творчества, может быть, и свой особенно близкий инструмент. Но то, что соответствует характеру дарования, характеру души того или иного композитора. Баг играл на нескольких инструментах. Он прекрасно играл на клавесине, на скрипке. И все-таки, наверное, его инструмент, или даже наверняка его инструмент – это орган. При этом Баг говорил, что в каждом сочинении своем, будь то светская музыка или будь то музыка духовная, он воспевает Творца. И все же вот эти высказывания особенно полны у него в том, что он сочинил для церкви, для органов. Среди самых интересных, среди главнейших произведений органных у Баха – это те, что называются органная хоральная прелюдия. И еще двухчастные циклы. В них в центре и основной акцент на фуге, но есть еще и вступительный раздел всегда. Как правило, это прелюдия. Но в данном случае, в том произведении, которое сегодня исполняться будет, вступительный раздел – это информационная токата. Токата и фуга рен-минор. Когда написано это произведение, было тоже неизвестно. Знаете, даже ставят такой огромный разбор в датах от 1701 до 1740. Вот в этом прелюдии так могла быть написана токата и фуга рен-минор. Более того, подлинная рукопись Баха не сохранилась. Впрочем, не сохранились и многие другие рукописи. Сохранились только современниками его сделанные списки. Ну а опубликованная токата и фуга была уже в 19-м столетии. В 1830 году публикацию сделал Феликс Миндерсон, который это произведение Баховска исполнял. Следом за ним свой органный репертуар токата и фуга включил знаменитый музыкант Ференс Лист. Потом, конечно, многие-многие, уже десятки-сотни исполнителей. И еще появились многочисленные переложения. Для самых разных инструментов. Для фортепиана, для клавесина, для паяна, даже для арха. Разумеется, и оркестровые аранжировки. Вот для Большого симфонического оркестра сделал аранжировку дирижер Леопольд Слаковский. Кстати, он же сделал переложение для камерного оркестра арии из третьей оркестровой суиты Ваха. Ария, которая тоже сегодня в нашем концерте прозвучит и начнет его. А вот аранжировку токаты и фуга для струнных делал французский музыкант Жан Амельяр. Итак, сегодня в первом материне концерта звучит музыка ироганна Себастьяна Ваха. Ария из оркестровой суиты номер три. Исполняет Омский камерный оркестр. Дирижирует главный дирижер оркестра Григорий Вебер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Семино в семи частях Увертюра, ронда, сарабанта, буре, полонез, минуэ, шутка Соло на плите Евгений Зайцев Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТОВ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Закончилось преразъющее концерт perspectives. А-травит. АПЛОДИСМЕНТЫ